Привет всем! Квалификация Лиги Чемпионов официально завершилась. Вчера мы узнали вместе с вами первых трех участников, которые успешно прошли отбор. И сегодня узнаем еще трех. Хотелось бы начать не с результатов, а вот с чего. Я озвучу всех участников группы на данный момент. Это Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Ливерпуль. Это Ювентус, Наполи, Рома, Интер. Это Бавария, Шарьки, Хофенхайм, Боруссия, Доргмут. Это Реал, Барс, Атлетика, Валенсия. Это ПСЖ Монако Леон, Локомотив ЦСКА. И это Порту, Шахтер, Брюги, Галатасарай и Виктория Чехия. К ним во вторник присоединились. Швейцарский Янгбойс, который во втором матче на выезде переграл Динамо Загреб. Дубль у Гийома Оаро. 3-2 по сумме двух игр в пользу Янгбойс. Клуб впервые в своей истории сыграет в группе Лиги Чемпионов. Види с таким же счетом уступает по итогам двух матчей греческому Айку. Тут тоже был дубль, но из красных карточек. Обе у Айка, но клуб смог продержаться и попадает в группу. Добавляем и его. Пока это первый представитель от Греции. И в киевском матче Динамо и Аякс сыграли 0-0. Но за счет первой игры в группу попадает Аякс 3-1. Пока тоже первый представитель от Нидерландов. Сейчас узнаем, а будет ли второй. В среду Бенфика на выезде сражалась с Паоком. Целый ряд игроков не мог помочь португальцам в этой игре. А вот первый матчик завершился 1-1. Между этими матчами в первом туре греческой суперлиги Паок скромно обыграл Астерос 1-0. И довел свою серию до 7 матчей без поражений. Бенфика же 6 матчей вподряд не знает фиаско. В третьем туре премейры было Лиссабонское дерби. Где ни спортинг, ни Бенфика не смогли выиграть. В итоге ничья 1-1. Но а в ответ на игре Лиги Чемпионов Бенфика уверенно побеждает. Португалец Пиццы и сам забил и отдал голевой пас. И дубль сделал еще аргентинец Сальвио. Он забил 2 пенальти в этой игре. Целых 4 мяча были забиты в этом матче еще в первом тайме. Вот такой результативный тайм получился. Паок напоследок еще хлопнул дверью и получил красную. За последние 4 года это их четвертая встреча. И Паок еще ни разу так и не выиграл. И никогда еще не выходил в групповой этап Лиги Чемпионов. Пусть пока поиграет в Лиге Европы. А Бенфику как бы фаворитом Лиги Чемпионов не назовешь. Но этот клуб в групповой раунд пробился внимание в 9 раз в подряд. Таким образом от Португалии в Лиге Чемпионов будет 2 команды. Порту и Бенфика. Цервена Звезда на выезде сыграла с Зальцбургом. В первом матче в Белграде было 0-0. Перед этой игрой обоих команд были игры в своих чемпионатах. Зальцбург не без труда разобрался с аутсайдером Бундеслиги Альтахом 3-2. И продолжил возглавлять таблицу. А Цервена Звезда выиграла у клуба Чукарички 2-1. Который занимал тогда высокое четвертое место. Никто не проиграл. А это значит, что беспроигрышные серии продолжаются. У сербов они уже 5 месяцев никому не уступают. То есть 26 матчей не знают поражений. Австрийцы же из 15 последних матчей только раз сыграли в ничью. Собственно с Цервеной Звездой. Остальные 14 матчей все выиграли. В этом противостоянии забил дубль израильтянин Дабур. Он кстати регулярно забивает за свой Зальцбург. В том числе в этой квалификации тоже уже забивал. Цервена Звезда проигрывает 2-0. Проявила характер и отыграла 2 мяча. 2-2. И эти 2 мяча выводят Цервеную Звезду как единственную команду от Сербии. В основной раунд Лиги Чемпионов. Отметим и тот факт, что Цервена Звезда прошла все 4 раунда отбора в этой квалификации из 4 возможных. Невероятно. Как долго они по нему шли и попали в итоге в группу Лиги Чемпионов. А вот от Австрии там никого не будет. PSV Батте. В первой игре они сыграли 3-2. Выграли голландцы. Я уже ранее говорил, что перед Батте была непростая задача выиграть в Энховене 2-0. Допустим, в своем чемпионате белорусы выиграть не смогли, сыграв 1-1 со второй команды на данный момент в Витебском, забив спасительный мяч аж на последней минуте основного времени. Батте все равно возглавляет таблицу белорусского чемпионата. А вот PSV в третьем туре удалось выиграть 2-1 на выезде у последней команды эра дивизии с воли и набрать 9 очков из 9 возможных. У PSV коротенькая теперь серия из 4 побед подряд. Но почти в каждом матче они пропускают. Батте, как и в первом матче, взяла инициативу, старалась играть первым номером, но это было лишь до первого пропущенного мяча на 14-й минуте. Матч прошел под диктовку голландцев, они и выиграли 3-0. Отмечу капитана PSV Люка де Йонга. Он забил второй мяч и отдал еще голевой пас. Батте проваливается через футбольный люк в Лигу Европы. Дождь помог выиграть PSV. 6-2 по сумме двух игр и они в 16 раз в своей истории попадают в группу Лиги Чемпионов. Кстати, PSV последние 5 домашних Еврокубков не могло выиграть, а вот 6-й домашний матч оказался удачным. Констатируем и тот факт, что еще один нидерландский клуб в Лиге Чемпионов. Вчера туда пробился Аякс. Еще скажу, что PSV уже ранее играл с клубом из Беларуси, с Шахтером из Солигорска. И было это тоже в раунде плей-офф, но в Лиге Европы. PSV тогда выиграла обе игры с общим счетом 3-0 и прошло в группу. Итак, плюс еще 3 участника. Вот еще раз наш список. Как всегда, вы можете написать в свой комментарий, что вы про это думаете. Можете оценить это видео. Услышимся на спортивном.